Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Не знаю, наушники надевать, не надевать, кто как говорит. То надо надевать, то не надо. Ну, надену, мне не трудно. Номер 745. События дня. Псалом 3.3 Многие говорят, душе моей нет, ему спасение в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Исайя 51.6 Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным. И правда моя не пристанет. 1-я фестроникистан 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Вчера выставил два ролика, насчитанные были. Называются номер 1, ИНН, чипы. 666, начертание зверя, печать антихриста, не продать, не купить. Откровение 13, 16, 18. Вот все здесь. Два ролика таких. Что означает? Оказывается, 666 в каждом штрихе там есть. Штрих ходит. А дальше сколько есть ереси? Вот посмотрите. Лишь человек уходит куда-то. Ну, там одна ее страничка. И она набрала, видно, еретичка сама. Я на всех еретиков себе собрала. Епископы там, Максимов Максимы. Вот интересно. Ну, безбородие это само собой, в галстуках. И далее бесноватые падают там. Как они говорят, Шаповалов, когда он буйно бесноватый. И никто этого никак не видит. Приходят, женщины в зале показывают. Все до одной, без платка, до единой. То есть, это признак, что не молятся. И мужчины ничего не говорят. Под каблучники. То есть, женщина там наворачивает, ходит там, выступает без платка, стоит в штанах. Ну, все мирское. Все мирское. Да и лист от эпизиономии, как в мире говорят, рожи. Даже трудно лицом назвать. Опухшие все. Не смотришь, опять поймали на блуде или где там. Да главное-то не в церкви все. И мы церковь, и мы... Вот сколько ересей я показываю. Говорю. Вчера тут Новиков Сергей Александрович выставил. Он там работает в кадастровом отделе где-то. И там сидит под Москвой и знает, что делается в Потеряевке. А у вас, говорит, кадастровый номер присвоили. А я еще и не знаю. Они летом замеряли. И он скинул где вот внизу синим будет. Правда, карта и приближается. Все наши дома, все сверху, с высоты птичьего полета, как принято говорить. Ну, Новиков Сергей Александрович, он так себя зашифровал НСА, и, видимо, год рождения, 1975. Под такой аббревиатурой Новиков Сергей Александрович. Он работает и в земельном кадастром отделе, отсеке я написал, под Москвой вроде бы. И мне сильно он помогает. Но он хотел бы получить снимки в оригинале. Какие ты сделал в Потеряевке со своего аппарата летающего? Там какое-то название такое, геликоптер, квадро там, как на 4 винта работает. Можешь это сделать? Ему послать это? Можешь? Это я пишу племяннику Василию из Фрунзи. Он мне послал про Потеряевку. Я ему скинул где-то, ну, а Василий тут отвечает, что я в командировку еду, и у меня сейчас времени нету, это надо искать в архивах теперь у него. Ну, приеду там 15-12 января, и я тогда пошлю. И мне ответить послал. Для чего выставляете? Чтобы увидели, как приобретаются новые души, и как они находятся родства друг в друге. Вот такое дело. Вот оно, видишь, как название его какое. А вот это вообще большое. Это номер... Ну, бывает там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать строчек. Код, код на шестнадцать строчек. Это вообще невероятно. А вы еще там полстрочки, и все. Рустам пишет. Прошу прощения, сегодня не был на занятиях. В другой раз, когда буду, я извинюсь перед Дубновым. Чтобы вы не подумали, что я пустослов. Игнатий Тихонович, как вы, как ваше здоровье? Я переживаю порой. Ну, ладно. Ну, все хорошо, Рустам. Все, жив, здоровый. Можешь увидеть в Ютубе. Раз выходят ролики, там объясняю, что... Значит, нормально. Игнатий Тушенко Сергей. Мир вам, Игнатий Тихонович. По житьям святых вопрос. В пятом веке нет одного файла за сентябрь. Залит он должен быть под цифрой один. Но его нет вообще. Ну, нет вообще, значит, где-то там выпал, перепереноси. Я искать не буду. Ну, нет и нет, ладно. Если у вас, кроме сайта, сохранились эти файлы где-нибудь, не могли бы вы их не переслать? Сохранились. Они все где-то на дисках. Такие были по 4,5 гигабайта. Там все где-то есть. Там целые пачки. Ну, зачем мне идти? Или, кажется, отдал я в администрацию наших ресурсов? Вот житие, которое отсутствует все в первом файле. Начало Симеона. Пятый век. Симеон Столбник. На щитке нет. Это 24 страницы жития. Файла нет. 5 сентября Авдий. Полстраницы. 10 сентября Пульхерия. Цариса. 10 тоже нет. Интересно, почему нет. 25 сентября Ефросиния. Ну, если когда-то там будет, может, будет на ЗИ. Увидеть надо мне кого-нибудь из администрации, позвонить или как. Дальше Евтушенко Сергей говорит. Ну, это еще не ИИ. Просто программа хорошо написанная. А что такое ИИ, не знаю. Да и это могло быть инсценировкой. Есть и такие подозрения. Инсценировка. Это Евтушенко Сергей пишет. Я не знаю. А я взял переписку занятий и сюда все переставил, чтобы увидеть их. Так, Саша какой-то. Приплыли, приехали. Вот и создали искусственный интеллект. Саша. В шахматы уже не обыграешь эти машины. Сергей пишет ему. Я думаю, для этого он уже огромная мощность. И, возможно, они уже есть, но не в общем доступе у военных, например. Саша. Я на своем компьютере ставил. Фриц-8. И его уже не обыграть многим гроссмейстерам. Евтушенко. Это не ИИ. Это информационное какое-то исследование. Просто программа, не более. Вообще шахматы вредная вещь. Забивает головы абсолютно пустой информацией. Вместо этого нужно гроссмейстерам по Библии становиться. И не тратить время на эту ерунду. Для себя я такой вывод сделал. Роман Фроликов. Аминь. И бегуном в исполнении жизни по Евангелию. Так, как жили первые христиане, как живет Игнатий Тихонович с братьями. Трудиться много, чтобы были средства для благовестия. Вот видишь, меня опять тут поминают. Где-то я знать не знаю. В это время я уже в ночь вошел. Ну вот так. Сергей Птушенко. И времени на игры уже не будет, Саша. Это было давно. Сергей. Пишет Саша. Да, мы же не к вам прицепились-то. Зачем вы так о нас плохо думаете? Деши-то. Я тоже играл в шахматы. Не только. Просто сейчас уже понимаешь, что время абсолютно впустую. На потеху бесам. Потеряно ничего не вернуть. Я тоже играл и тоже выигрывал. И там какие-то мастера или кто-то еще такой. Саша. Сергей Пупов говорит. Не говорит, а поставил что-то. Продукцион Фроликов. А эту новость буду знать, что такие существуют. Патологическая лживость часто сопровождает психические заболевания. Например, шизофрению. Наблюдается практически у всех ярко выраженных социопатов и психопатов с криминальными наклонностями. Вот так. У нас знакомый здесь ходил. Валя Коневой, внук. И там у одного играли они в игры. И тот что-то там парень-то. Ну, оба еще они лет по 16 или 14. И он там видит, как бьются-то. И друг-то его пригласил. Он у него там живет. Схватил нож, кинулся на друга. И ножом как дал ему. Ножом-то там поранил. И вот теперь судили. За что? Я, говорит, не помню. Не помню даже. Вот. Другие вот так играли, играли. Мужик говорит. Давай мы встретимся с тобой, поговорим. Он говорит. Давай. И пошли там где-то за горло на свалку. А тот пришел с пистолетами, убил его. Вот. Сейчас врачи в Америке, там где собрались, исследуют. Вносят в список болезни. Болезнь игровая вот эта. Не могут выйти из игры. Она приравнивается там где-то к шизоприне, ей кажется. Вот. Показывает один ребенок, от него отнимает. И как он орет, ревет, от него прячет. Он не может. Ему не пить, не есть. У него воспаленные глаза. Игры. Игры. Играть надо. Игры это не в куклы играть. Патологическая лживость. Истерия. Это кубик пишет там. А вот это надо запомнить. Сергей Пупков. Опять. Какой-то тут. Что-то смотреть надо. Вот. Евтушенко и Сергей. Весело живут. Примерно на одном уровне с родноверием. То есть с язычниками. Им можно дискутировать друг с другом. Роман тоже какой-то сбросил что-то там. Ролик. Евтушенко и Сергей в ответ сбросил ролик. А вот первоисточник. И снизу ответ из священника. Который все это устроил. Священником называется. Все это устроил. Вот оно где. Евтушенко и Сергей. Сообщение сделал и удалено. И опять. И опять на какой-то ролик ссылается. Видишь, как разговаривает. Мда. Евтушенко и Сергей. Похоже, недолго осталось. Россиюшки дрыгать ногами. Роман Фроликов. Люди, дети. Не знают требований Христа. Распятого и воскресшего. Слава ему. Потому что не считают Евангелие. Апостол и Ветхий Завет. Не считают. Потому что им не дают книгу Евангелия. И говорят, что якобы не обязательно считать. Поэтому мы в первую очередь должны благовестствовать. И помогать благовестникам. Сергей Епишенко. Роман. Вы ответ и папа посчитайте под видео, которое я сбросил. Там в голове похожа дырка размером в голову. В голове. А дети неверующих родителей, да и всё. Что с них взять-то? Роман Фроликов. Благовестствовать хотя бы в воскресенье. Иначе с нас зыщется на суде. Благовестствовать детям. Вот понимаете. Это всё надо. Мы обязаны. Сергей. Им сказали, они делают. Только там и бабы взрослые в одних колготках скащут. Так что ничего не возьмёшь. Это сектанты. Ифтушенко. Да, с детьми всё сложно. Мало проповеди. За них нужно молиться день и ночь. И посты накладывать на себя самые жёсткие. Чтобы хоть кого-то Господь обратил. Игнатий Лапкин. Я взошёл и сбросил ИНН-щипы. Про Антихриста не продать, не купить. Два. Роман Фроликов. Молите Господина жатву, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Жатву много, а делателей мало. С детьми не сложно и непросто. Та же, как и со всеми. Нужна любовь и строгость. Сначала к себе самому. Малыш Роман ещё что-то ставит. Какой это ролик. Ифтушенко. Человек явный сектант. Хотя идёт в правильном направлении. Не зовите никого ни в какие организации. Это как самому спасаться в церкви. Сергей Ифтушенко. Или он думает делами спасётся. Там проповедует. Я его знаю с человека. Переписывался. Говорят, не соблазняйтесь православия. Так как церковь это блудница. Роман, вы думаете полезно такое считать? Люди здесь разные сидят. Могут увлечься такими идеями. Малыш Роман. У него можно научиться проповедовать. Ифтушенко. проповедью у него есть. Мне знаком этот человек. Но можно ли рассудить так? Если православная церковь – это преемственное лицо апостолов, а сектанты – это камни. Нигде не написано, что камни. Он искусственно подгоняет. То, если православная церковь, лик апостолов, умолкнет свидетельствовать об Иисусе Христе, то камни сектанты оживут и возопьют о Христе. Еще ради камни там это. Нигде так они и не названы. Но возопьют о Христе. Евгений Трапко. А когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен царь грядущего имя Господня, мир на небесах и слава в вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его запьют. А еще говорят, что хорошими, это Анастасия Ривко пишет, православными становятся бывшие хорошие сектанты. Правильно, Анастасия Ривко пишет. Евтушенко Сергеевич, человек говорит, что можно пережить потом без Ковщега. Есть смысл его дальше обсуждать? Вот так. Анастасия, думаю, тоже делает свою работу, если искренним сердцем делают. Евгений Трапко. Слышал такое в Израиле, что одни из самых сильных и влиятельных раввинов, это именно гои, язычники, обращенные в иудаизм. Самые такие ненавистные. Сергей Евтушенко, да, вначале искренне видят Христа, а потом людей от церкви отводят, якобы они уже спаслись. С Трапо снимают прямо и в море. Анастасия Ривко, Евтушенко Сергей говорит. Человек говорит, что может пережить потом без Ковщега. Есть смысл его дальше обсуждать-то? Но это мы со своей колокольни, видимо, рассуждаем. Слава Господу за откровение его. Но я никогда не слышал от церкви в сие годы, что я в вере. Не от кого. Но я была искренней в том, где я была у евреев. И Всевышний открыл, когда пришел нужный момент, ни раньше, ни позже. Апостол Павел был искренен и ревностен, даже в убийстве. И этим самым обратил на себя внимание. Обратил внимание Бога. Апостол Павел был искренним и ревностным. Евтушенко Сергей. А следующее – это глаза поглубже закатить и духа слушать. Вот этого, который там проповедует. Алексей, я знаю, он никуда. Он новый секту образовывает. Я говорю, а как тебе это открыто? Ну, так это он. Он высокого роста, приятный человек. Но, однако, так увлечен самим собой, что никого не слышит. Я показываю на златоуста, никого не признает. Я ему тогда задаю вопрос. Вот заповеди. И кто нарушит одну из заповедей малейших? Малейшим наречется в царстве небеса. Поясните, он, не мало не сомневаясь, сразу начинает толковать, каждое слово неправильно. Лживо. Я хотел сказать, нет, он сразу мгновенно ощерился и в сторону. Вот и все. Все наигранное у них. И смирение, смирение перед своей ложью. Слышал такое в Израиле, что одна из самых сильных, влиятельных раввинов, это именно гои, язычники, обращенные в юдаизм. Иустин Мученик пишет, что и самыми ярыми гонителями и предателями христиан были гои им, перешедшие в юдаизм. Анастасия Ривка. Да, вначале искренне видят Христа, а потом людей от церкви отводят, якобы они уже спаслись. С трапа прямо в море. Очень хорошая лекция по этому поводу. Геннадия Фаста. Спасутся ли протестанты? Вот как надо посмотреть, даже я этого не видел. Знаю, что речь сейчас не о спасении, а о проповеди. Но все же параллель в этом есть. Конечно, самое лучшее это проповедь в церкви. Чтобы и человек уверовал сразу в русло церковное. Но большинству людей все-таки приходится пройти этот путь. И в этом тоже есть плюсы и опыт. Ифтушенко Сергей. Пройти путь можно какой угодно. Даже людоедом быть, а потом Господь обратит. Но толкать людей прямиком в бездну – это чудовищно. Анастасия Ривка. Потому и опасно быть учителем. Немногие делайтесь. За каждое слово дадите отчет. Ифтушенко. А быть учителем, не зная ничего о спасении, вообще нельзя. Но видящим Христа в видениях это ничуть не мешает. Главное – дела хорошие делать, а там, глядишь, и спасешься. По такому ощущению, ислам с буддизмом не отстают от нас, получается. Прям подготовка пешек для единой религии. Ифтушенко Сергей. Когда человек пытается расширить корабль, у него получается делать в нем только дырки, через которые потом хлещет вода. Ковщик-то Бог закрыл. Анастасия. Да, но когда ты там, то уверен в своей правоте, искренне хочешь спасти людей. Советую. И выставляет ролик. Пройти путь можно какой угодно. Вот так. Но он бы в нему смог сказать, я, иудей из иудеев, по ущению фарисеев, все почел счетою. Златоуст говорит, что именно потому, что он иудеев, обрезан на восьмой день, мог заявить об обрезании, потому что язычнику этого не понять было, так, как еврею. Что он пропадает против обрезания не по причине того, что оно для него чуждо, а именно потому, что оно – это его родное. Сергей Ифтушенко. Если бы не было Христа, Павел был бы наверняка праведником. Это слишком тонкие случаи. Апостолы – это уникальные люди. Это настолько высоко, вдалеко и непостижимо, что их можно брать только за идеал для нас. Они были именно в то время, именно все сразу в одном месте. Прослушал я видео и ничего интересного не увидел для себя. Мнение свое не изменил. Хождение кругами. Все в руках Бога. Можно было бы сразу сказать и на этом закончить. Ифтушенко опять же говорит, но… Есть одно «но». За эту ниточку весь клубок и тянется. А они не знали, что такое истина. И они спасутся. Нет, не спасутся. Почему? Ответ прост. Их природа настолько повреждена в родителях, что они не могут воспринять истины. Бог им ее не даст. Не потому, что не может туда послать проповедников, они просто ее не в состоянии принять. Это как доверить ледоедам закон Божий, а они могли его сохранить до прихода Христа? Самое печальное, что эта болтовня о границах церкви дает повод неутвержденным людям остановиться и не идти к истине. Может, они и придут когда-нибудь к спасению, а может, уже и нет. Анастасия отвечает. Барух Даян Эмед. То есть, богословен, судящий справедливо. Все в руках Божьих. Конечно, у нас есть спасание. И нужно заботиться о своем спасении и благовестию, приобретению душ и влона церкви. Может, именно спасение искренних протестантов станет постыжением для имеющих ключей? А может, все искренние еще при жизни находят истинную церковь? Не знаю. Евтушенко. Я твердо уверен, что находят. Если Бог заботится о птицах, святах, то тем паче о человеке. Анастасия. Иудеи тоже не в церкви. Но, тем не менее, остаток спасется. С ними, конечно, у Творца отдельный разговор. Но все же они, если убрать, брать буквально. Евтушенко. Если ты его ищешь даже в шахте под землей на глубине 2 километра, будущий китайцем, знавшим только Буду, он придет и сделает так, чтобы ты вошел к нему в спасительный ковщик. Глушенко. Евтушенко. Главное – свободная воля. Проявлять волю в его поиске. Почему-то маленькими порциями вбрасывает. Сказать о себе ему, где ты. И Господь ни одного человека не оставит. А думать иначе – это маловерие. Анастасия Ривко. Я тоже так говорю, особенно по наблюдениям. Мало и среды протестантов искренних. Но я просто к тому, что все в руках Божьих. Вне церкви нет спасения. Еретихи Царствия Божия не наследуют. Анастасия. Но все же к некоторым большое сострадание внутри. К некоторым. И не понимаю, почему им не открыты несчастные люди. Евтушенко. Проблема людей в том, что они начинают думать о Боге со своей колокольни, возможно, из-за гордости. Как только они себя отвергнутся и скажут – вот, Господи, ты возьми меня потерянного грешния, грязного и безумного, и приведи к истине. Он это сделает. Главное – не зацикливаться на своем «хочу-не хочу», а принимать, что он даст, дает. Тогда сразу вся эта лебеда, которую нам вместо хлеба дают, завянет. А на сей Ривке – это сто процентов. Наступает момент, когда выбираешь либо за Богом, либо за своим. Если хочешь, можешь меня очистить. И Господь отвечает – хочу, очистись. Евтушенко, Сергей, аминь. Другого пока не писали. Ну и показать наши, конечно, надо ресурсы. Как у нас идет дело. Вот мой мир, любимый, как есть. В шапке, имя где в шапке. А где с голубем, а там не писать ничего, здесь. Вот. И наш православный форум, 1600 тем. На нем бывает уже до 300 человек. Это мало, но, в общем, набирается много. Даже очень много. Ну, это мы уже взяли, посмотрели. Теперь посмотреть наш видеоканал. Вот он. Вот. События дня. Добротолюбие. Из архива беру. Это 154. Ну и далее, и далее. Тут открытым оком. Книга уже третья открытым оком. Занятия идут. Жития святых. Златоуста. Вот. Абонут антихристии. Библия. Книга Руфь. Архипелаг Гулаг. И златоуст. Притча о двух сыновьях. Вот и все. Что у нас есть? Такое несравненное богатство. Ну и вот. Это мой мир. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Стоит мертвое кое-что. И непосещаемость. И ничего нельзя увидеть. А теперь, когда мы перенесли. Получили. Вот меня Сергей Новиков переносит. Теперь сразу уже пошли люди. Уже 60, даже 100 есть. Это мелочь. По сравнению с тем, как вот. Чистить сковороду. И один там нашел дохлого пса. И полтора миллиона посетителей. То есть на мелочи. Оскудел разум людей. Ну на этом сегодня все.